МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Перепет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Не размоет, как укрепили склон на новом мосту. Маленькие радости для врачей. Ресурсный центр добровольчества собирает подарки для медиков из красной зоны. Ночь искусств онлайн. Что посмотреть, не выходя из дома? Далее расскажем обо всем подробно. На новом мосту на проспекте Октябрьском укрепили склоны. Работы проводили сотрудники муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия. Что именно сделали, чтобы предотвратить размывы, расскажем в следующем репортаже. Мост на улице Строитель Захарова торжественно открыли в ноябре 2017 года. Через месяц по мосту проехали первые машины. Но через полтора года после открытия стали происходить сильные размытия на кольце. В 2019 году откос укрепили габионами. Через год потоки воды во время ливня эти габионы смыли, свалили ограждение и фонарь. После размытия место обложили мешками с песком. Сам откос решили капитально укрепить. Сделали проект и ДЭП приступил к работе. Вы выполняли бетонные работы по укреплению. Это водоотводные лотки, бетонные стенки, рассекатели, водоотбойные стенки. Потом восстанавливали тротуар и будут водоприемные решетки. Работы продолжались месяц. На это потратили более 4 миллионов. Гарантии на ремонт откоса от строительной организации, которая возводила мост, не было. Изначально в проекте не учли, что в этом участке будет собираться вода со всех окрестных улиц, в том числе с проспекта Ленина. Зато сейчас мост выдержит и Великий потоп. Да, гарантии есть, потому что там такие мощные конструкции. Это монолитные водоотводные лотки с повышенно заложенной арматурой. Но железобетон, ну, размытия не должно быть. Потому что там уже маленький дождь, будет вода отходить по существующей решетке. А уже когда будет перелив через водоотводные лотки, их 6 штук. Работы завершены. Рабочие убрали запрещающие знаки. По мосту вновь можно беспрепятственно ездить. От 70 до 150 случаев коронавируса в день в среднем выявляют в Сарове на протяжении полутора недель. Общее число госпитализированных колеблется на отметке 160-170 человек. Если так пойдет и дальше, можно говорить о том, что заболеваемость в городе вышла на плато и обстановка стабилизируется. Однако ситуация может ухудшиться. Подобная ситуация отмечается и во всей Нижегородской области в целом. В настоящий момент в области развернуто более 9 тысяч коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. На неделе открылся Приволжский окружной медицинский центр. Открыл госпиталь на 60 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Часть пациентов были направлены из нашей больницы. В настоящий момент госпиталь помца занят полностью. Возможности к приему пациентов у них сейчас нет. Решаем вопрос по каждому пациенту индивидуально. В клинической больнице 50 имеется необходимый, пусть небольшой, но запас лекарственных препаратов. Пока достигнута договоренность с поставками медицинского кислорода, но все это из расчета наших 290-300 коек. Если будет продолжаться рост заболеваемости и количество пациентов будет увеличиваться, будут проблемы с медицинским персоналом, с наличием свободных мест. Основными средствами профилактики остаются вакцинация, маски и социальная дистанция. В праздничные дни медики просят россиян остаться дома. Однако у локдауна есть и другая сторона. Нижегородские торговые центры столкнулись с негативом со стороны посетителей в этот период. Об этом представители ТРЦ заявили в открытом письме губернатору. Нас обвиняют в нарушении прав и свобод граждан, говорится в документе. Посетители оставляют отрицательные отзывы про магазины, участили случаи конфликтов с охраной и продавцами. В настоящий момент приостановлена деятельность большинства арендаторов торг-центров. Посещаемость сократилась на 70-80%. Даже незначительное увеличение количества нерабочих дней ведет к катастрофические последствия для отрасли. Съезды арендаторов, пустующие площади в торговых центрах, а главное – сокращение числа рабочих мест, снижение заработной платы и налогооблагаемой базы, говорится в сообщении. Представители торговых центров уверяют, что соблюдаются все меры для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. В частности, все арендаторы обеспечили вакцинацию сотрудников выше 80-процентного уровня. В связи с этим владельцы бизнеса просят не предлевать режим нерабочих дней после 7 ноября, а также рассмотреть вопрос скорейшей отмены требований о контроле QR-кодов для посетителей торговых центров. Правительство области прокомментировало просьбу. Власти не видят оснований для отмены QR-кодов для посещения торговых центров. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Клиническая больница номер 50 напоминает график работы на выходные. Поликлиника номер 1 будет работать 5 и 6 ноября с 8 до 16 часов. 5 ноября принимают врачи-терапевты, хирург, работает прививочный кабинет. 6 ноября помимо названных специалистов можно попасть также к травматологу и гинекологу. В поликлинике номер 2 в эти дни будут работать врачи-терапевты и прививочный кабинет. В детской поликлинике педиатр. Можно вызвать врача на дом. 4 и 7 ноября поликлиники не работают. Стоматологическая поликлиника принимает пациентов 6 ноября с 8 до 13 часов. 4, 5 и 7 работает врач-стоматолог в кабинете больничного городка. Всероссийская акция «Ночь искусства» в этом году вновь пройдет в онлайн-формате. Она начнется 4 ноября. Свою программу представят культурные учреждения региона. Наш город тоже присоединился к акции. Саровский драматический театр покажет зрителям трансляцию спектакля провинциальные анекдоты. Ссылки на видео будут размещены на сайте театра и в группе ВКонтакте в 16 часов. С 18 часов можно присоединиться к онлайн-активностям городского музея, художественной галереи и библиотеки имени Маяковского. 11 важных для развития туристического потенциала Нижегородской области участков дорог отремонтировали в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В частности, сделали подъезды к двум центрам притяжения туристов – селу Большому Болдину и Дивеевскому монастырю. В нормативное состояние привели участок протяженностью более 15 километров на дороге Ордатов-Дивеева. Около 8 километров отремонтировали на подъезде к Ордатову от дороги Владимир-Муром-Арзамас. Для развития кластера Ордамас-Дивеево-Саров отремонтировали участки дорог Владимир-Муром-Арзамас, воездной Дивеево-Сатис, Малой Обездной-Дивеевый, Северного обхода Орзамаса. Общая протяженность 11 участков около 58 километров. Более миллиона жителей Нижегородской области сделали прививку от гриппа, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Это составляет 34% населения, проживающего на территории региона. В числе привитых более 177 тысяч детей. Оптимальный срок для вакцинации от гриппа – сентябрь-ноябрь до начала сезонной циркуляции вируса. Прививку можно сделать одновременно с введением других вакцин. Например, медики могут сделать прививки от гриппа и коронавируса в разные части тела. И иммуногенность препаратов не снизится. Всего в регионе заболело гриппом 8 человек. Стартовал прием материалов на городской конкурс «Ученик года-2021». Его проводят Дворец детского творчества. Участниками конкурса могут стать ученики 9-11 классов из всех муниципальных школ Сарова. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап отборочный продлится до 23 ноября. Второй этап – финал пройдет 9 декабря в 16 часов на платформе Zoom. Подробности можно узнать по телефону 952-32. Маленькие радости для врачей. Ресурсный центр добровольчества и Сарфатеини Яумифи объявила о старте городской акции. Это жест в поддержку медиков, которые в больницах и ковидных госпиталях жертвуют временем и силами, чтобы спасти жизни пациентов. Герои красной зоны, ангелы в белых халатах, врачи, медсестры, санитары каждый день спасают человеческие жизни, рискуя собственным здоровьем. Пандемия не собирается сдавать позиции, а потому нагрузка на медиков возрастает с каждым днем. Саровчане могут поддержать их в этот непростой период, приняв участие в акции «Маленькие радости для врачей». Целью данной акции является поддержка врачей, которые работают в красной зоне, которые непосредственно контактируют с людьми, больными коронавирусом. Мы собираем сладости, печенья, конфеты в заводской упаковке и 8 ноября, понедельник, мы отвезем в больницу. Мероприятие проводят в рамках всероссийской акции взаимопомощи «Хэштег мы вместе». Сбор сладостей организует муниципальный ресурсный центр добровольчества совместно со студентами с РФТИ НИЯУМИФИ. Оставить вкусности можно на вахте молодежного центра, либо связаться с ресурсным центром по телефону 99-113. Также волонтеры в этот непростой период продолжают помогать людям на карантине. Суть акции. Мы волонтеры ресурсного центра, получаем заявки по горячей линии 99-113, в которой нам говорят, нам нужны лекарства, нам нужны продукты, ну что тут, в общем, первой необходимости. Принимаем заявку и направляемся непосредственно в магазин, либо в аптеку и уже доставляем продукты по адресу. Заявок от жителей города с каждым днем становится все больше. Волонтеры с трудом справляются с таким объемом работы и ищут свою команду неравнодушных саровчан, готовых помогать людям. Более подробная информация по телефону 99-113. С 4 по 7 ноября россияне будут отмечать День народного единства. Также на эти дни приходится период нерабочих дней. Некий локдаун, который нужен, чтобы снизить темпы заражения коронавирусом. Россиянам рекомендовано ограничить контакты и не выезжать за пределы региона. Чем займутся в эти дни саровчане? 4 ноября наша страна отмечает День народного единства. Россиян ждет 4 выходных подряд. В этом году они также совпадают с нерабочими днями, в которые россиянам рекомендуют ограничить социальные контакты. В преддверии праздничных дней наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы спросить у саровчан, как они планируют провести это время. Наверное, будем дома, поменьше на улице ходить будем. Есть только магазин туда-обратно. Работать. 4-го, 5-го, все страна. 4-го точно. Такая работа. Дома посидеть надо, в изоляции, иначе может кончиться плохо. Ну что сказать, в такое время нельзя гулять вообще, выходить в общественные места. Это сидеть дома, заниматься любимыми делами. Я, например, вяжу очень много, смотрю телевизор, новости. Того и всем желаю, чтобы пореже выходили на улицу. Я пиццу есть. Локдаун. Какой праздник. Сидим дома, пенсионеры. Погулять можно. Сходить вот по этой дорожке, оздоровительной. Ну, естественно, я думаю, так, ну как мы пенсионеры, нам что-то. Остается отдыхать, гулять. Дорогие горожане, отдыхайте дома, у телевизора. У нас сейчас будет двое внуков. Может быть, в лес прогуляться. Дома сидеть. Прятаться от всех друзей, знакомых, сидеть дома. Вот и все. Что я могу еще предложить? Ну, сам я буду частично работать. Дома можно работать тоже. То есть берешь статью, пишешь доклад, еще что-нибудь в этом плане. То есть, на самом деле, можно и нужно. И в лес, пожалуйста. Сейчас без повязок, потому что там точно, могу сказать, повязки в лесу не нужны. Да, наверное, надо квартиру привезти в порядок. На огород уже поздно ехать, уже все замерзло. Так что будем как-то дома наводить какой-то порядок дома. Что-то дома организовать между своим близким. Естественно, никуда не ходить в гости. Чтобы поддержать инициативу президента. Налоги на имущество физических лиц за 2020 год необходимо уплатить до 2 декабря. Какими способами уплаты могут воспользоваться саровчане и кому положены льготы, расскажем в следующем репортаже. Рассылку налоговых уведомлений уже начали, так что совсем скоро саровчане смогут найти их в своем почтовом ящике, либо в личном кабинете налогоплательщика. Оплатить налог можно несколькими способами. Через личный кабинет, мобильное приложение налоги физического лица, на портале госуслуги, а также через платежные терминалы и почтовое отделение связи. Льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида. Это квартира, часть квартиры или комната, жилой дом или часть жилого дома, гараж или машина, место. Льготы могут получить пенсионеры, физлицы предпенсионного возраста, ветераны боевых действий и инвалиды. Льготы земельного налога предоставляются пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям. Они имеют право на налоговый вычет в размере 6 соток на один земельный участок. Льготы предусмотрены и для транспортного налога. Основные категории граждан – это пенсионеры и инвалиды. Они имеют льготу в размере 50% на одно легковое транспортное средство до 150 лошадей включительно. Многодетные семьи имеют льготу на легковые машины на 150 лошадей включительно в размере 100%. Предоставление льгот носит беззаявительный характер. Их распределяют на основе сведений, которыми располагает налоговый орган. Налоговые уведомления не направляют тем лицам, которые полностью освобождены от уплаты имущественных налогов. Пенсионер в собственности имеет одну квартиру и у него в собственности имеется земельный участок. Площадь земельного участка составляет 6 соток. Такое физическое лицо уведомление не сформировано. Также от уплаты освобождают тех граждан, чья сумма налогов меньше 100 рублей. Если вы не получили уведомления, сотрудники рекомендуют обратиться в налоговый орган, где вам его вручат лично. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!